Курс на поддержку областного агропрома обсуждали на встрече жители района с Николаем Меркушкиным. Начинающие фермеры получили гранты, а молодые мамы сертификаты на приобретение жилья. Это как подтверждение, что жизнь на селе меняется. Об этих переменах и не только в нашем материале. Встреча Николая Меркушкина с жителями Кенель-Черкас началась с вручения сертификатов на развитие хозяйства начинающим фермерам, а молодым семьям на строительство жилья. Мамы не могут сдержать эмоций. Сегодня чудесный день. Это чудо, совершенно благодаря тому, что в нашей стране есть такая блага. И огромное признание Николая Ивановича, потому что с его приходом столько много внимания в длину развития села. И столько много семей имеет возможность улучшить свои жилищные условия. В этом году 700 молодых семей получат такие сертификаты. Всего три года назад на весь регион выделялось менее 50, напомнил Николай Меркушкин. Сейчас Самарская область взяла курс на активное развитие. Необходимо и дальше укреплять позиции. По традиции в рамках встречи Николай Меркушкин ответил на вопросы жителей. Они касались будущего Кротовской птицефабрики и поддержки областного АПК. Все, где все планируются, как минимум, на 10 лет абсолютно колористический продукт. На Кротовской птицефабрике специалисты считают, что это вот здесь делать невозможно. Там уже создана флора, флора предыдущего производства, который истребит невозможно. По подписке считается, вы получаткой подписки. Еще, наверное, возможно. Поэтому убийство просто не случается. Может быть, это не корпуса, чтобы в Европе работать что-то другое. Интересовались участники встречи итогами визита Владимира Путина в Самару. На нас облагается на всех самаристах, ну, самаристовая, дополнительные институты. Путин приехал и дал нам сигнал. Его 15 лет не было. У нас в Валерской темпе проблемы социально-экономического развития самарской области. Там было и космос, и альянсы, и лечебцы, и сельскохозяйства, и дороги, и железный долг, и чемпионат мира по ходу в области. Круппа по салону очень-очень-очень шел. На встрече звучали слова благодарности в адрес Николая Меркушкина за поддержку оказанную району. Сейчас мы всем показали тот потенциал, тот двигатель работы, который вы сделали на протяжении двух лет. Мы, как самое большое село в России, ощутили на себе тот колоссальный ресурс, который вливается в наш район, не был никогда. Буквально в последние два года мы увидели этот, я не знаю, там, муравей труда, который вот сейчас все, буквально, он находится сегодня. Вы объединили нас сегодня. Спасибо вам большое за это. Благодарили Николая Меркушкина и за построенный в селе спорткомплекс «Старт» и просили помочь обновить инфраструктуру в селах района. Мы знаем вас как человека, который держит свое слово. И к вашему телевизору «Согласие, порядок, созидание» можно было добавить следующие слова. Николай Меркушкин сказал, Николай Меркушкин сделал. Может, если вы нам сделаете, а не поясируете наши детские сады, детские сады, крыльчатки, я думаю, что ясно родности будет, ну не 100%, а 89,5. Это во-первых, это во-вторых, а у всех детских садов построились. Молодые мамочки пока боятся рожать, боятся сами, мы еще решили не выграничить свою проблему. Спасибо. Хорошо. Если будет такая яхта, мы все послали. Развитие села, а это школы, детсады, поликлиники, спортобъекты и вся инфраструктура для жизни, задача решать которую нужно совместно. Неоднократно подчеркивали участники встречи. А для этого нужно проявить активную позицию. Ее ждут в первую очередь от населения. Николай Козлов, Егор Майоров, Новости губернии, Кенель, Черкасский район. Продолжение следует...